Урбан. Программа о городских проектах. Еще очень долгое-долгое время, пока как-то кардинально не решится этот вопрос. Нынешние ливни нам показали еще раз, в каком состоянии находится ливневая канализация. Нарекания она вызывает бесконечно и постоянно. У меня есть собственный опыт по этому поводу. Я им поделюсь после того, как мы гостей представим. Да, давайте. Повторюсь, у нас сегодняшняя встреча вытекает из предыдущей программы, которая была на прошлой неделе. Мы говорили о текущем ремонте дорог и, собственно, как раз зацепились за тему ливневки, потому что никуда от этого не уйти. Это две части одного целого. Итак, Андрей Менькин, руководитель дирекции дорожного хозяйства города Кирова. Андрей Юрьевич, добрый день. Да, здравствуйте. Василий Тарасов, директор института граждан-проект. Добрый день. Василий Александрович и Константин Сичихин, руководитель региональной группы общественного контроля за ремонтом дорог. Константин, добрый день. 211-101 номер телефона прямого эфира. Вот какой я могу привести пример. Как для меня, собственно говоря, какой образ ливневки создался, когда я покупала свою квартиру. Дом сдавался со скрипом, с тяжелейшими какими-то моментами, с программой по обманутым дольщикам и так далее. Так вот, он сдавался без ливневки, без ливневой канализации, хотя в проекте это все было. Но застройщик тогда нам говорил, нам обманутым дольщикам, вы что хотите, чтобы мы дом вот сейчас вот встали побыстрее, пока у вас не отняли ваши квартиры? Или на ливневку еще заморачивались? Ну вот и ливневка раз, так и уходит из проекта. И насколько я понимаю, эта история сэкономить на ливневке для застройщиков в последние десятилетия, это была такая любимая конфета. Потому что на ливневке можно всегда сэкономить. Не строить ее, не будет ее, не будет ее долго. Слушай, прости, все-таки уточнить, попрошу. Для меня ливневка это все-таки дороги. Все правильно, вот твой дом стоит у дороги, по дороге течет вода, куда она течет? То есть дорогу и дом должна разделять подземная канализация. Давайте ледневка, это не только дороги, это и дворовые территории, это вся инфраструктура города, которая связана и здание правительства города, и здание администрации области, и здание администрации города. Это все замкнутая цепочка, и вся вода, которая собирается во время дождя, она должна куда-то уходить. Не только с дорог, но и с дворовых территорий. Это целая инфраструктура, и это не только труба, которая проложена вдоль дороги, которая утекает непонятно куда, непонятно как. Это целая система. И вот это как дорожная сеть, так же и дорожная сеть ледневок, ну и сеть ледневок, это тоже целая система на сегодняшний день. Да, так же, как и крыши домов, которые собирают эту воду и так же сбрасывают ее вниз. Не забываем, что площадь застройки была когда-то, допустим, когда ливневая канализация только начиналась, да, ее делали одна совершенно, сейчас уже она совершенно другая. И, соответственно, больше воды собирается за счет вот этого тоже, за счет площади застройки даже. И мы можем наблюдать, что в новых районах практически ливневая канализация, она отсутствует. Вы правильно говорите, вот я живу в районе Зиново, там ливневая канализация практически отсутствует. Ее просто нет. Ее просто нет, вода собирается лужами, тем самым разрушает асфальтное покрытие во дворовых территориях, да, и дальше, ну и либо на газон улетает, а газон становится... В виде болота небольшого. Весело. Василий Александрович, как такое может быть, чтобы новые районы без ливневых канализации? Да, тема новых микрорайонов, она очень актуальна, но я хочу сказать, что даже вот в Слободе-Зиново в чистых прудах ливневая канализация при разработке проекта была запроектирована, а то, что я не построил, это другой разговор. То есть правильно, вот все-таки я пример привела, то есть при проектных работах, при приеме и утверждении этого проекта ливневая канализация всегда должна присутствовать, и она присутствует? Нет, ну если слой воды больше двух сантиметров, то вольно или невольно должен появиться дождеприемник. То есть она присутствует, без этого проект не принимают, а потом на каком-то этапе ливневую канализацию просто не строят? Нет, ну тут тогда тоже вопрос, почему ее вообще приняли в эксплуатацию, потому что в Москве у нас, допустим, в эксплуатацию никакое здание не примут, если нету ливневой канализации, и она еще плюс выдают же технические условия на подключение этой ливневой канализации. Если даже там вот мы недавно строили, там в Москве, да, один объект, труба, к которой мы должны были подключиться, она диаметра не хватала, нам ее пришлось перекладывать тоже за большего диаметра. За свой счет? Ну, конечно, за свой счет. Ну, здесь мы, видимо, снова вернемся к тому, что когда уволили Павла Кошкина... Который боролся за эту ливневую канализацию всеми силами. Да, который, в общем-то, единственный чиновник, который встал против застройщика и сказал, ребята, мне хотя бы сделайте проект ливневой канализации по улице Ульяновской. Я уже дальше кому-то распределю, но ведь кто-то, я читаю только прессу, я не пользуюсь интернетом, я прочитал, господи, прокуратура взяла и сказала, не прав. Ну, не прав, значит, что платишь штраф. Это вообще для меня вот старого водопроводчика, ну, потрясло. А кто же должен защитить этого чиновника, город, область или кто? Потому что он, с точки зрения инженера, он абсолютно правильно поступал, что требовал хоть что-то наметить в этом районе. А там ведь тупит, там тупит и подвал, и все, угол Ульяновской и солнечной, только из-за того, что там нет ливневой канализации. Хотя проект очистных сооружений для урванцев, микрорайон урванцев и всего остальной части, это улица Ульяновской и солнечной, он сделан. И в уксе города он лежит уже лет около пяти или семи, а может и десять. Давайте мне сейчас кратко каждый из вас в одной, буквально в двух фразах обозначит собственные выводы и собственное мнение по поводу того, в каком состоянии сейчас находится ливневая канализация в городе Кирове. Давайте начнем с Андрея Юрьевича Менькина. Человек новый в этом городе, он приехал и увидел что? Ну, увидел то, что сделано всего 60 километров. В настоящий момент у нас является действующая ливневая канализация, что, я не знаю, от норматива, наверное... 60, от 500, из 500 километров дорог. Ну, грубо говоря, там 10 процентов, наверное, да, Василий Александрович? 10 процентов от необходимой ливневой канализации действует в городе Кирове. Как действует? Ну, так вот и действует, соответственно. Потому что у нас еще не забываем, что я изучил, изучаю эту тему, да, но до конца не изучил. У нас ливневая канализация практически локально везде присутствует. И сбрасывается она везде, не куда-то, там, в очистные сооружения, а в рельеф она уходит, сбрасывается. Плюс еще вот сейчас вот, Василий Александрович, мы с ним встречались до этого, да, он мне тоже объяснил, что у нас в Нововятске она вообще сбрасывается за водозабор, да, и тем самым... Перед водозабором. А, ну, перед, надо сказать, да, не за, а перед водозабором, что вся ливневая канализация у нас попадает потом в водозабор, соответственно, и... Корчевки, имеем в виду? Да. Выше по течению, чем водозабор? Ужас-то какой. Нет, ну, чего греха таить, мы боремся с загрязнением реки Вятки, Чепецка, там, Глазово и прочее. Хотя у города Кирова, Нововятский район, прямо находится перед водозабором. И там нет ливневой канализации. И та авария на железной дороге, когда горел лед на реке Вятки, она, я думал, сколыхнет. Потому что это показало, насколько уязвима река Вятка в случае аварийной ситуации в Познено или в самом Нововятске. И это все вытекает прямо перед водозабором. Ну, мы надо вспоминать, если мы уже говорили за дороги, то ливневая канализация смывает в ливневую канализацию, какая бы она ни была, смывается вся вот эта химия, которой посыпаются дороги за зимний период. Ну, если говорить про загрязнение ливневой канализации, то вот на сегодня это основной источник загрязнения для поверхностных водоисточников. То есть взвешенных веществ там в пределах 200 нефтепродуктов, в пределах 15-20 миллиграмм. Это выше нормы? Ну, естественно, нормы. И когда не чистят ее, а сбрасывают просто так, то, конечно, происходит загрязнение водоемов. Что люмчинки, что границы нет. Василий Александрович, как Вы оцениваете состояние ливневой канализации в Кирове в двух фразах? Состояние ливневой канализации в городе Кирове, но она практически после советского периода не развивалась. Потому что все точечные застройки и все прочее, это как раз отсутствие отвода ливневой канализации. Константин? Ну, мне хватит одной фразы, одного слова ужасно и все. Просто на данный момент мы наблюдаем с Вами, идут большие дожди, мы видим, как новый асфальт спучивает на улицах, мы видим, как идут большие провалы. И это все ложится потом на бюджет города в данной ситуации. Из-за того, что ледневка не работает, и бюджету города приходится расходовать дополнительные денежные средства только на то, чтобы восстанавливать дорожное покрытие, тротуары, либо еще какие-то моменты, которые разрушаются во время ливней. Затопленные дворовые территории. Отсутствие ливневой канализации можно назвать одним из основных факторов, приводящих к быстрому разрушению дорог? Конечно, конечно, вода, она разрушается, не транспорт даже, самая основная, но есть хорошая поговорка, вода камень точит. Вода, конечно, всех быстрее разрушает, потому что особенно, когда идет зима, через ноль переходим и так далее, если там водонасыщение большое, соответственно, вот и результат, все рвет. Это очень хорошо коррелируется с нашим первым эфиром, с первым часом нашего эфира, где мы говорили о проектах благоустройства, вот этих больших домасштабных, федеральных. И когда мы говорим о благоустройстве дворов, о строительстве дорог, и что туда будут вбухиваться гигантские-гигантские деньги, ну, то есть, надо сказать, что часть этих денег уйдет в ливневую канализацию. А вы представляете, во что обойдется ливневка для города Кирова? А вот сейчас мы это обсудим через одну минуту. После небольшой паузы. Урбан. Программа о городских проектах. Что делать с Кировской ливневкой? Пытаемся мы разобраться в сегодняшнем нашем эфире. 211-101 номер телефона прямого эфира. Здесь студия Андрей Менькин, руководитель дирекции дорожного хозяйства города Кирова. Василий Тарасов, директор института граждан-проект. И Константин Сичихин, руководитель региональной группы общественного контроля за содержанием ремонта уличной дорожной сети. Вот в перерыве мы заговорили о том, о чем должны сказать сейчас. Окей, у нас есть проблема. Отсутствие ливневой канализации. То, что есть 10%, Андрей Юрьевич сказал. Старая ливневая канализация, я так понимаю, что, естественно, не справляется со всем объемом необходимой работы. Да и сама в таком состоянии, наверное, раз она строилась, как вы говорите, еще в советские времена, что уже нельзя сказать, что эти 10% нормально работают. И нам нужна серьезная ливневая канализация, иначе все эти проекты благоустройства, о которых мы говорили в первом часе, они потихонечку в нее будут стекать. Все эти средства, которые вложены, дворы, площадки, дороги, тихонечко так потекут в эту ливневую канализацию и будут растворяться в нашей глине. У нас же на данный момент будут пытаться максимум воду выводить из дворов, когда будут выполнять работы, да, чтобы, а куда вода-то деваться? Либо она у нас уйдет с вами куда? На газон. Либо она у нас идет в какую-то ливневую канализацию, которая существует там лет уже 30, да, которая засорена наполовину, а если не полностью, да, и потом в итоге эта вода будет и никуда деваться. Либо она пойдет на ту дорогу, которую отремонтировали в этом году, либо отремонтируют в следующем году. И будет тихонечко ее разрушать? Конечно. Василий Александрович, вы говорили в перерыве, что вообще, прежде чем говорить о том, нужна ли ливневка, не нужна ли ливневка, и какие последствия есть, необходимо, чтобы у города был большой проект, который показывает, какая система должна быть ливневой канализацией в этом городе? Тут, в общем-то, конечно, много можно говорить на эту тему, но вот прежде чем решиться, а какая же должна быть канализация, надо решить первую проблему. На самом деле, вот сегодня она складывается у нас полностью раздельная канализация по городу Кирова. То есть это хозбытовой и промышленный сток идет по одной системе трубопроводов и очистных сооружений, насосных станций, а ливневая канализация собирается по другой системе. И без очистки сбрасываются водоемы. А что, очистные сооружения для ливневых? Для ливневых, кроме как на промышленности, практически нет очистных сооружений, кроме как проектов. Но должны быть. Ну, должны быть, конечно, в соответствии с Санпином. То есть вот если город рачительный хозяин, ну, с моей точки зрения, он должен взвесить, а что же делать? Да, продолжать раздельную систему канализации или полураздельную, так называемую. Это как? Это значит, загрязненная часть в первые 20 минут ливневого стока поступает в резервуар и потом перекачивается в хозбытовую канализацию. И совместно с хозбытовой канализацией... Там оседает немножко, да? Да. Вот из всей ливневой канализации грязь протекает первые 20 минут. Дальше уйдет, ну, относительно чистая вода. И ее практически эту воду не чистят нигде. Поэтому, исходя из этого, я бы взвесил, вот, а что же выгоднее? Продолжать строить абсолютно новую ливневую канализацию с громадными затратами, либо воспользоваться существующими коллекторами и насосными станциями хозбытовой канализацией, которые на сегодня освобождаются ввиду того, что норма водоотведения в связи с экономическими подходами и, главное, получением современных водоразборных, она сократилась примерно в два раза. То есть, если для города Кирова раньше и считаться, это 300-250 литров на человека отводится стоков, то сегодня это максимум 150 литров на человека. Так, подождите, еще раз не понял, из-за чего уменьшение произошло? Экономия. Из-за того, что мы стали экономить, и жители получили современные водоразборные устройства. У всех стоят счетчики, у всех стоят, у предприятия тоже экономят, потому что за водоотведение ты должен платить постоянно. А, это мы воду стали экономить. За 150 литров на человека. Понятно, а то я думала, вдруг опять оптимизация. Нет, она с собой получилась. Вы стали экономить деньги, будем говорить. Это объективные данные, может быть? Да, объективные данные. Конечно, конечно. Не ожидал. То есть, вот канализация города Кирова рассчитана на 280 литров тысяч кубов в сутки. Сегодня они подают от силы 140-150 тысяч кубов в сутки, потому что Корченкино место, ну, сократилось водопотребление, и водоотведение соответствующее. То есть, здесь бы я посмотрел, сосчитал, а что там выгоднее развивать систему хозбутовой канализации с учетом ревневки, загрязненной части, либо делать, на самом деле, абсолютно автономную систему ревневой канализации со своими очистками, со своими выпусками. Или бы предложил, ну, комбинированную так схему. То есть, вот для Новятского района, то, о чем сказали, гораздо выгоднее сделать полураздельную канализацию, потому что мощности большие, и грязных стоков не так уж и много. То есть, не такая там большая сельдебная площадь, так будем говорить. То есть, вот такое мое видение. А в самом городе Кирове, наверное, следует продолжать разделенную. Но это надо сделать либо ТЭЛ, технико-экономическое обоснование таких вариантов, либо хорошую проработанную схему ревневой канализации, где бы это все было сравнено, учтено и определено. Что же лучше делать? А вот как раз про схему. А схеме-то ведь задумались уже вроде бы в администрации. Андрей Юрьевич, 8 миллионов привозили даже сумму для примера. Ну, это предварительно, да, нам давали, ну, как сказать, два института нам давали. Что такое схема? Расскажите поподробнее. Ну, схема-то, ну, как сказать, схематическая, можно сказать. Это, не знаю, карта города. Ну, в принципе, да, как карта города, на ней как дороги нанесены, то же самое, так же будет примерно нанесена ливневая канализация, да. Соответственно, где-то иду, ну, как вот у человека, где-то большие там артерии или вены, да, там где-то поменьше уже там пошли так. И так же и система ливневой канализации, ну, как и так же, как и система водопровода, и все, как бы, вся система так работает абсолютно, да. Сначала идут где-то большие магистрали, потом к этим большим магистралям присоединяются более мелкие. Вот, и эту схему нужно поработать. Но эта схема не просто, что она одна схема на одном листочке. Это целый тоже, как бы, проект, да, в стадии П, вот, который уже... Целая папка такая. Ну, даже не одна папка. Не одна папка. Вот смотрите, мы на сегодняшний день, почему мы этот вопрос стали очень буквально поднимать, и особенно, когда мы услышали, что в городе собираются разрабатывать схему, а это мы, это как наша рабочая группа, да, потому что мы видим, да, общественники, проще сказать. Вот, мы начали изучать, и все-таки наша страна, она большая и огромная. Есть где-нибудь в России примеры данных схем? И вот сейчас мы ждем, когда все-таки есть такой хороший город Екатеринбург, да, где эту схему тоже заказали. И цена этой схемы была порядка, там, 6 миллионов рублей. Там у них такие же есть большие проблемы с ливневой канализацией. Ну, все одинаково, ничем не отличается от города Кирова, потому что изучили и проект, и все. И хотим посмотреть, сейчас они уже выбрали подрядчика, и в ближайшее время там подрядчик где-то в течение пару месяцев должен эту схему для города предоставить. Вот мы и хотим увидеть, что за схема будет на сегодняшний день разработана в Екатеринбурге. И реально ли эту схему, например, сделать такую же схему в городе Кирове, с учетом того, что на сегодняшний день в городе Кирове, как нам стало известно, схема имеется. Схема имеется. Это схема. Я не говорю, это не стадия П-проекта. Это просто схема. Это в рамках грузострительного плана города Кирова. Имеется схема. Рисуночек. Рисунок, да. Но мы же с вами, вот мы сейчас, надо понимать, что такое стадия П-проекта. У нас тут, как говорится, с института человек есть, он расскажет, что такое стадия. Константин, а 6,8 миллионов за рисуночек, это не... Вот как раз, как мы общественники, нам как-то так это становится интересно. А все-таки, а может и не надо эти 8 миллионов-то тратить, непонятно за что, непонятно как, как у нас это обычно происходит. Мы сначала заплатим, сделаем, а в итоге с этой бумажкой мы никуда не можем идти, ничто не можем делать, и приходится заново заказывать проекты. И там такая же будет схема. И такая же схема будет там за 8 миллионов, за 5 миллионов. Она никуда не денется. И с учетом того, что сейчас, на сегодняшний день, в городе Кирове есть схема ледневок, которая, по сути, должна была быть, но она не развивается, как мы сейчас с вами слышим и видим. Есть схема? Да нет, это немножко, наверное... Это в рамках градостроительного. Да, вот я хотел сказать, что это быстрее всего говорят о той схеме, которая предложена в генплане, по которому развивается сегодня город Киров. По действующему генплану. Ее можно использовать? Или она устарела? Нет, нет, она не устарела. Как опорный план, конечно, им нужно воспользоваться. Схема стоит 6-8 миллионов? Значит, эту цифру, видимо, кто-то озвучил из неопытных и не понимающих, что такое схема. Это озвучил начальник отдела благоустройства и транспорта Олег Симаков. Может быть. Значит, я что хочу сказать, что вот для города Кирова сделана схема водоотведения хозбытового стока. Значит, и схема водоснабжения города Кирова. Значит, она обошлась где-то порядка 40 с лишним миллионов рублей. То есть, эта схема не просто вот отсебятина должна быть. Есть правила, утвержденные правительством России. И в соответствии с этим правилами нужно выполнить эту схему. А там такие перечни, то есть такие работы, которые за два месяца, за три. Ну, первое, нужно сделать обследование существующих систем и определиться, можно ими воспользоваться или нельзя воспользоваться. Если воспользоваться, то сколько надо, чтобы их восстановить до рабочего состояния. И вот если схема водоотведения хозбытового стока, она опиралась на ранее разработанные проекты и было проще, то схема водоотведения ливневостока, ей не на что опираться, кроме что заложено в генплане. Поэтому я бы остерегся называть цифры стоимости этой схемы. То есть, еще и маловато 8 миллионов. Да, это очень маловато в моем понимании. Если мы хотим получить такую схему, в которой есть сравнение, есть деньги и определены объекты, и где они будут расположены. Это в рамках проекта стадии МП, по сути, получается схема, да? Нет, это именно есть закон о водоснабжении и водоотведении. В соответствии с этим законом есть разработка требований к схемам водоснабжения и водоотведения. Вот в соответствии с этим требованием и нужно выполнять эту схему. Независимо, в Екатеринбурге, в Кирове или где-то это будет. То есть, вот есть документ, на основе которого можно эту работу и можно оценить ее. Так вот, эта схема, она, как правило, в моем понимании бывшего проектировщика или настоящего проектировщика, это порядка 70-60% стадий проекта. То есть, сама схема, это уже 70-60% стадий проекта? Стоимость проектных работ. Стоимость проектных работ. Как правило, определяться в пределах 5-10% стоимости объекта. А сколько такой объект может стоить в Кирове? Вы имеете в виду... Все. Чтобы не 10%, а 100%. Все. Ливневая канализация в Кирове. Я эту тему прорабатывал, когда был инициатором. Это было, наверное, в 2006 или 2007 году, когда именно выходил с предложением не делать большие очистные сооружения, ливневовки, а сделать локальные. Тогда у меня подходило порядка 10-15 миллиардов рублей. 10-15 миллиардов в 90-е годы? Нет, в целях 2006 года. В 2006 году. 10 миллиардов в 90-е годы. То есть, это не вот, ну, как вам сказать. Вот есть проект подземного водоисточника. Это 100 тысяч кубов всего лишь. Но он стоит 5,4 миллиарда рублей. То есть, не 8 миллионов, а 7 миллиардов нам на схему надо. Конечно, конечно. На схему, не на схему. На схему. Если 60-70% проекта стоит... Чтобы построить нормальную ливневую канализацию, в ближайшие 50 лет. 70 миллионов. Да. Я правильно говорю? И дальше. И дальше. Чиновники говорят, где же взять эти деньги, специалисты? Вот где взять? Вот мы в 2002 году для этого сделали ТЭО и попали в программу водоснабжения водопитьевая России. Ага, была такая программа. И вот за счет этого мы сегодня и строим, и реконструируем всю систему питьевого водоснабжения. И в Корченкино перетряхнули, и строим второй водоисточник. То есть, надо попадать в какую-то программу. Нужны федеральные программы. А сейчас прервемся на 2 минуты и поймем, что у нас с федеральными программами. Что делать с Кировской ливневкой? Рассуждаемы с нашими экспертами Андреем Менькиным, руководителем дирекции дорожного хозяйства города Кирова, Василием Тарасовым, директором института граждан-проект, и Константином Сичихиным, руководителем региональной группы общественного контроля за содержанием ремонта уличной дорожной сети. Вот сейчас в прерыве прозвучал термин «консессия». Консессию надо делать для того, чтобы... Можно перед концессией? Я просто озвучу то, что сказал Василий Александрович. Он сказал очень важную вещь, что он позволяет себе ошибаться не больше, чем на 10%. Это важно. 10% от 10-15 миллиардов, это многовато, да? Нет. Для понимания, полтора почти бюджета города Кирова. Гости наши пришли уже с какими-то мыслями и даже эскизами решений. И правда, и Андрей Менькин, и Константин Сичихин в один голос нам в перерыве сказали, что вот это вот слово назвали «консессия». Мы его уже слышали от компании «Т-Плюс». Ты помнишь, Володя, здесь живой? Был дело. Хорошо. Что значит «консессия» в отношении ливневой канализации в городе Кирове, Андрей Юрьевич? Ну, в первую очередь, это компания, которая должна ввести какие-то инвестиции, сделать эту, скажем, ливневую канализацию и потом содержать ее. А город за содержание будет ему уже, соответственно, впоследствии платить денежное сигнование для этого. И, соответственно, он будет получать какой-то доход от этого тем самым. — То есть вот приходит компания, заключает договор с городом, за свои средства строит нам ливневую канализацию, эксплуатирует ее, а мы платим по какому-то тарифу, и эти деньги идут сначала, чтобы окупить этот проект, а потом еще и заработать. — Ну, так, в принципе, да, абсолютно верно. — А в какой момент, ну, то есть, а что вообще городу выгоднее, самим владеть такими сетями огромными, или все-таки, чтобы там была какая-то частная компания? — Нет, так мы и так, получается, мы же за содержание, у нас есть специальные лоты, аукционы разыгрываются, и потом, соответственно, компания, которая выигрывает, она целый год эту ливневую канализацию содержит. — На какие деньги сейчас содержат? — Ну, сейчас 1 миллион рублей содержится. — В год? — Да. — А что входит в эти работы, которые возникают? — Прочистка, содержание. Если где-то, соответственно, ломаются дождеприемники, они их поднимают, делают, восстанавливают. — То есть это вот решеточка, да, которая? — Да, решеточка. Ну, также и кольца сами где-то, если разрушение какое-то произошло, то в рамках там... Ну, если в рамках содержания не входит уже, соответственно, там дополнительное сигнование приводит туда. — То есть это можно все назвать какими-то экстренными работами, чрезвычайными? — Да, почему экстренными? В рамках содержания, как бы, они должны быть, да. А если где-то, конечно, там такое локальное разрушение произошло большое, да, как вот мы сейчас говорим, улица Строителей и Рима-Юровой, да? — Рима-Юровская. — Да, Юровская, то есть. Вот, соответственно, там уже будут дополнительные сигнования. — Потому что форс-мажорные обстоятельства, которые не входят в контракт. — Ну да, если был ураган, конечно, как бы, ну, подрядчик там, потому что получается, сейчас надо все разобрать, все собрать, асфальтопокрытие поменять, и там порядка 700 тысяч рублей, ну, естественно, что подрядчик, когда содержан на содержание, он такие расходы не скажет. — 700 тысяч, а у них всего миллион на год. — Да, это им надо на одну канализацию, на один только это потратить. Ну, там же, понимаете, там надо выбрать полностью дорожное полотно, все раскопать, все переложить заново, потому что все размыло. — Работы-то там начались, кстати? — Нет, еще не начались, но сейчас вот должны начаться в ближайшее время. — А на кирпичной начались. Это хорошо. — Да, вот мы заговорили тогда про кирпичную, не прошла и неделя. — Про ливневку заговорим, не с ливневкой что-то будет. Скажите, пожалуйста, вот вы, общественникам сейчас обращаюсь, Константин, вы у себя на рабочей группе обсудили этот вопрос, понимаете, что он серьезный, поднимаетесь сейчас, забудируете эту тему. А у города-то какая с вашей точки зрения позиция? — Ну, на данный момент... — У меня есть ощущение, что пока не будет федеральной программы, то никакой позиции не будет. — Так, пока не будет бюджета, конечно, позиции не будет прямой и ясной. Денег нет, и они ничего не смогут сделать без финансирования дополнительного. Конечно, на это требуется сейчас федеральная программа, региональная программа, какая-то программа, которая будет обеспечена финансированием. Без этого никак. Правильно, специалисты говорят, что это не 8 миллионов рублей стоит, не только схема, но эта схема должна быть... Из этой схемы мы должны в дальнейшем сделать хороший проект, отсметить этот проект, чтобы Ледневка жила и радовала граждан города. — 70 миллиардов, Константин. — Ну, 70 миллиардов, это мы с вами можем 80 говорить, 100 миллиардов. Любые цифры, пока мы не будем с вами знать, не будет проекта, не будет сметы. — Сколько на программу реновации в Москве выделено миллиардов рублей? Кто помнит? — Не миллиардов, триллионы, по-моему. — Триллионы, триллионы. — Ну, мы не Москва, и нам туда далеко... — Да, мы целый город, нам туда далеко смотреть, нам надо жить здесь и сейчас, и смотреть на то, что есть. И в данной ситуации, правильно говорят, что, может быть, предусмотреть Ледневку, выводить в рамках той сети, которая существует, выделить больше денег на очистку этой Ледневки, на содержание этой Ледневки, потому что мы, в итоге, забитая Ледневка показывает нам разрушение тротуаров, показывает разрушение дорожного плотна. — Нет, вы определитесь, Константин, либо заняться существующей Ледневкой, которая 10% от наших потребностей, либо пойти дальше... — Надо заниматься и сейчас, и идти дальше. — А у меня еще чисто технический вопрос. Делая вот эту подземную канализацию для стоков по УМУ, а мы не разрушим случайно те же самые дороги? — Конечно, нет, здесь от этого никак. Как бы все равно какое-то разрушение будет не стопроцентное, да, но процентов 20-30 мы все равно разрушение получим, тех даже дорог, которые на сегодняшний день отремонтированы. — Ну, мы же можем начать с самого малого. Мы сейчас делаем основные магистрали, на которые проложена Ледневка. Она существует, она никуда не делась. Ее просто нужно либо реконструировать, либо просто по-хорошему почистить, чтобы она делать уже в дальнейшем, смотреть на новые микрорайоны, делать те улицы, здоровую территорию, уводить оттуда воду. Вода же собирается не только на улице Воровского, и все, больше ее нигде нет. Начинать-то надо садиться, разговаривать об этом, разговаривать со специалистами и делать какую-то дорожную карту, с чего начинать на сегодняшний день. — Василий Александрович. — Я, честно говоря, вот когда начал говорить о деньгах, правда, вдруг стало 70 миллиардов. — А сколько мы говорили? — Я говорил о 10-12 миллиардах. — А, простите. — Да, 7 миллиардов это стало, но есть 15. — Это было из-за чего мной так было изучено. Я в то время был еще крепкий на ногах, и не получив концессию и аренду водоканала города Кирова, я попытался взять ливневку в работу, в эксплуатацию. Поэтому я этим делом немножко занялся и посмотрел на это все. Но мне город сказал, нет, это не пойдет. Ну, и слава богу, что не пойдет, честно говоря. Но речь идет о концессии. Считать, что кто-то придет к нам в город Киров, концессионер, и будет вкладывать деньги, которые никогда в ближайшие 20-30 лет не собрать, я думаю, что очень сложно найти такого концессионера. Заставить платить деньги за ливневые стуки, ну, можно отдельные только субъекты, где площадка и прочее, а в основном ливневка, она неорганизована приходит. И поэтому собрать эти деньги очень будет сложно. — А кто платит за ливневку сейчас? Предприятие? — Ну, сейчас бюджет, нет, почему? Ну, есть там, наверное, какой-то все равно за сборную... — За ливневые стоки. — Ну, я не знаю, там... — Кто платит? Мы платим, мы граждане платим. — Тариф какой-то есть, это где-то включено на водоотведение, может быть, нет? — Нет, водоотведение — это водоотведение за ливневку. — Это из домов, что жилые домов. — Сейчас, на сегодняшний день никто не платит, особенно жильцы предприятия платят в рамках экологических сборов каких-то, да. Но это все, по сути, все ложится пока на бюджет на сегодняшний день. Вся ливневка ложится на бюджет. — В Москве, вот я знаю, что, скорее же, тоже вот мы площади, когда считаем, да, площади зданий, сооружений, соответственно, и потом за эту воду там тоже есть какой-то тариф. — Есть тариф. — То есть в Москве за дождевую воду? — Да, за водосбор, именно за площадь самой организации, где она находится, да, вот потому что мы здесь строили большие вот там площади, рынки строили, еще что-то, и нам это все за это потом водоканал с нас уже, соответственно, обсчитывал. — Вот тема водоканала, вот если говорить этим... — Пару минут у нас остается. — ККС этим как раз частично занимается. То есть он, вот есть ларек, он его откладывает за загрязнение, в том числе и за сброс ливневых стоков. Ну, части, конечно, не все. — То есть в этом отношении вот то, о чем мы говорим об аренде, ККС — это, в общем-то, впереди планеты всей. Он обува от всех и всея, и без всякого стеснения. Вот, а коммунаторщики, работники города, навряд ли этим будут заниматься. — Не оселят это. — Да. — А у нас еще мусор тоже надо вложить. — Это на юридическую контору очень мощный. Но уж, коль мы коснулись ККС, то я хочу сказать, что вот, когда они пришли в город Киров, тариф был один, а через полгода уважаемый Киселев сделал в 10 раз больше. Вот за счет чего, собственно, все консенсионеры или арендаторы, которые к нам в город Киров приходят, они и живут абсолютно нормально. — Правильно, а как им жить-то? А как по-другому-то? Или федеральные деньги? — Да. — Или федеральные... А федеральной программы пока нет. — По ливневке я не вижу во всяком случае. — А вот надо, мне кажется, на федеральном уровне как-то выносить это что-то, нет? — Конечно, надо выносить этот вопрос, просто это поднимать... — Вот, сейчас благоустройство совершенно не видно. — Это надо поднимать не только городом Кирова, надо поднимать всей страной этот вопрос, потому что проблема есть, и проблемы мы наблюдаем. Вот сейчас, когда мониторим по стране, как говорится, программы какие-то, внутренние программы, какие-то там концессии, еще что-то, мы видим, что в каждом городе существует эта проблема по ливневке. Где-то она решается своими силами, где-то о ней задумывались 15 лет назад и стали разрабатывать, и более уже изучили правила застройки. А где-то, как у нас происходит, так, как происходит. — Ну, просто вот эта вся история, действительно, с радостными большими вливаниями федеральных денег в строительство дорог, в ремонт дорог и дворов и парков, это здорово. Но просто будет очень жалко через несколько лет все это перерыть для ливневки, и жалко, если все это растает под нашими дождями, снегом и прочим. — Может быть, как-то надо вовремя внедриться в эту программу «Единой России» и подсказать партии, что друзья? — Кто-то подскажет. — Кто-то подскажет. — А если ничего не делать, вообще ничего не делать, забыть как-то об этом, отсечь эту часть мозга, что ли, к чему мы придем? Еще будет все хуже. Все хуже и хуже. — Ну, чем больше крыш появляться, чем больше заасфальтированных, естественно, это будет все хуже и хуже. То есть слой по асфальту пойдет не 5 сантиметров, а 10 сантиметров, и вы будете прыгать через лужи. — Да, мы будем с вами наблюдать те разрушения, которые в этом году происходят. Бюджет будет тратить опять денежные средства на восстановление этого всего, и жизнь будет течь своим чередом. Мы будем тонуть в этой воде, которая происходит, а дождей меньше не становится. Мы с вами видим, климат меняется. В этом году чуть не день, не каждый день, то дождь и дождь, и будем просто утопать. — Все, у нас заканчивается программа. По два слова. Что конкретно прямо сейчас нужно делать, Константин? — Разрабатывать какую-то дорожную карту по ливневым канализациям в городе Кирове и двигаться по ней вперед. — Я считаю, что она максимально воспользуется существующей ливневой канализацией и эксплуатировать в том, как ей положено, а не делать дождь и приемники выше асфальтного покрытия. — Андрей Юрьевич? — Я думаю, я с коллегами с обоими соглашусь. В принципе, и то, и это, оно все будет взаимодействовать, и проект. И Василий Александрович правильно говорит, что надо просто посмотреть и вместе коллегиально, может быть, составить. Мы, как бы, думаю, мы и так, в принципе, работаем, да, мы уже начали, мы уже ведем диалог, мы уже общаемся. И я думаю, если мы думаем дальше, так, в таком ключе все-таки мы с чем-то достигнем, и все-таки в городе нашем будет более комфортно передвигаться людям, им автотранспорту, и не будет каких-то разрушений, как сейчас мы увидели, да, вот, после вот нашего Борона. — Что делать с Кировской ливневкой? Такова была вторая тема нашего сегодняшнего Урбана. Мы прощаемся с вами. Андрей Менькин, Василий Тарасов, Константин Сичихин, Владимир Сметанин, Светлана Занько. До свидания. — Всего доброго. Урбан. Программа о городских проектах.